Украинская анимация В этих стенах производились и Капитаны Врунгели, и Капитошки, и Петрик Пяточкин, и все-все-все-все-все украинские знаменитые фильмы. Они не были сделаны под клише диснеевской анимации, как пытался делать в свое время Суизмульфильм на примере всех популярных мультфильмов, особенно «Ну, погоди», этого на студии здесь не было. И именно эта анимация была выделена в свое время студией Дисней как одной из лучших на советском пространстве. В начале 2000 года, или даже не в начале 2000 года, наверное, в 2010 или 2009, я сейчас точно не могу сказать цифру, но относительно недавно произошло отмирание самой студии, отсутствие работников на студии. И, соответственно, если никто не работает, то студия не живет, никем не убирается, ничего не происходит, стоит аппаратура, все закисает, покрывается пылью. Самое страшное, что покрывается плесенью. Плесенью плюс отсутствие отопления с первого этажа, вода, которая протекает с третьего этажа. Делает все для того, чтобы здесь невозможно было сидеть и работать. Физически здесь очень сложно сейчас находиться и посмотрим, что будет дальше. Я всего вторую неделю на должности исполняющего обязанности. И пока мы разбираемся сейчас с тем, что было, с тем, что сейчас есть, со всеми документами, с правами авторскими. Я единственный сотрудник пока. Это необходимо на данный момент для того, чтобы сэкономить финансовую нагрузку. И пока у коронимый фильм ничего не зарабатывает, лучше, чтобы сохранить вот такой минимальный коллектив в виде меня одного. Студия досталась в виде тысячи метров пространства. Достались уникальные экспонаты в виде камер, в виде съемочных станков, монтажных. Это норма, это правда жизнь, чувак. Мы же платим 6 тысяч гривен МКУ для того, чтобы эта хуйня вся вывозилась. Она же вывозится. И ж, видишь, ее здесь нет ни хуйня.